Должно быть питание такое, что два белка в день, один белок это условное обозначение вот такого количества. Белок это либо мясо, либо рыба, либо орехи, либо бобовые, либо творог. Там уже особенности приготовления, если это бобовые, то нужно как их готовить для того, чтобы белок этот весь усвоился, который в них есть. С крупами надо смешивать. Два чего? Два белка в день. Белка, а что значит? Слезли бобовые, чтобы они слоились? Да. Две ладошки. Один белок это вот такая емкость, вот такое количество, это условно. Белок, вот такое количество белка, это условное обозначение один белок в день. Если мы заморочимся и узнаем, что такое маш, как блюдо, тогда будем знать. Ну, это что, бобовые должны быть со злаковыми и немного сливочного масла или может быть сметаны. Ну, это касается всего, да, как из орехов добыть белок, что их нужно замачивать, ну и так далее. А задачица. Один большой сырой салат на весь день. Большой сырой салат это тоже условное обозначение. Тазик, когда с утра делается микс из сезонных овощей, и в течение дня берется там часть какая-то, добавляется заправка любая. Это получается разный салат в течение дня, но основа будет одна. Большой сырой салат в каждый прием пищи. Если женщина съела яблочко, она закусила большим сырым салатом. Если женщина съела конфетку, она закусила большим сырым салатом и так далее. Зимой какие овощи смешат? Морковка, капуста, свекла, редька, ну то, что хранится. А можно по отдельности съесть, да, ингредиенты? Да, в принципе, можно. Задача, в общем-то, в беременности в день получить достаточное количество минеральных веществ. А уж откуда будет женщина их брать? Лучше, конечно, из большого и сырого салата, чем из грызть стенки. Потому что не хватает, потому что хочется чего-то такого. Мела там какого-нибудь, песочка, земля. Ты знаешь, да, есть какие-то совсем несочетаемые продукты, но я точно знаю, что желудок, он не дурак. Это не то, что вот мы положили в пакет какие-то там штуки, которые что-то раньше перебродило, что-то позже перебродило. Если желудок может, я там уже своими домыслами, изучив там все эти разные штуки, да, сколько можно было книг прочитать на эту тему, о сыроедении и раздельном питании. Если желудок может из себя извергать то, что ему конкретно не нравится, скажем, беременная намешала, такая вот задачка, да, на вскидку. Беременная намешала за весь день. Может быть, она съела пиццу, она съела картошку, она съела колбасу. Жареная колбаса у родителей была не очень свежая, и поэтому вечером случился приступ рвоты. Организм, желудок оставит себе картошку, там, пиццу, но вот эту вот конкретную колбасу, он просто из себя извергнет. Все остальное останется. Хотя, казалось бы, по логике, если это вот мешок, да, он просто выворачивается весь, и оттуда все содержимое. Но не так. Конкретно тот продукт, который вызвал вот это несварение, который вызвал плохое состояние. Переваривание, собственно, идет точно так же. Там что-то переварит сразу, что-то не сразу. Для переваривания одного нужны одни вещества, для переваривания другого нужны другие вещества. Конечно, когда мы питаемся раздельно, тогда мы облегчаем сильную задачу своему организму. Но есть еще такая фишка, большая и очень важная, как удовольствие. Наслаждение в беременность едва ли не самый важный вообще момент. Чтобы это было в кайф. Если в кайф есть сырую свеку, отлично. Конечно, все эти таблички замечательные о смешиваемости. Особенно это важно, когда мы размалываем, когда мы делаем сырые коктейли. Когда мы прям гомогенизируем еду, тогда прям совсем важно, чтобы у нас то, что там в коктейле, сочеталось хорошо. Потому что если будет что-то не то, будет некомфортно. Если это кусочками, это не так важно. Когда мы приготовили несочетаемое, оно уже там как-то договорилось друг с другом в сковородке. И уже нанесет не такой сильный вред, как если бы мы съели это сыры. Вот так вот, по такой градации. Тут мы уже выбираем из того, что есть. Так, большой сырой салат, это условное название. К нему могут быть разные заправки, типа смеси масел. Вот мы насыпали там кунжутное семя, льняное семя. У нас получился один вариант салата. Вот мы натерли туда грецкий орех, это получился другой вариант салата. Сделали сметану с зеленью, это будет еще один вариант. Но основа для большого сырого салата одна и та же. Необходимы аминокислоты. И это могут быть яйца для восполнения аминокислот. Куриные две штуки, перепелиные четыре штуки. Страусины по кусочку. Ай, стоит, нам больше денег не хватит. Яйца для аминокислоты, правильно? То есть это белок тоже считается? Или же только желтки? Все вместе как-то почему-то естся. Я уж не знаю. Конечно, в желтках фишка там, да? То есть вся соль в желтке? Да, 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 вся фишка в желтке. Существует институт на белом свете питания, который занимается исследованием, они очень долго исследовали, кто как где питается, разных народов, разных стран, для того, чтобы вычислить, что там человеку самое необходимое. Короче, они вычислили, что традиционная русская кухня наиболее соответствует потребностям, поскольку у нас есть очень много ферментированных продуктов. Следующий пункт – это ферментированные продукты. А можно вопрос о яйцах, если не переносимость, аллергия, то лучше мы поможем? Разные яйца тогда. Сейчас у нас много всяких перепелиные, допустим, не такие ядреные, как куриные. Акцессоринные, я тут недавно читала, что вообще нет никакого аллергии. Скорее всего, люди еще не такие, не встречались. Ну, как говорят аллергологи, да, что у вас не может быть, у каждого человека есть аллергия, просто еще не встречался с этим продуктом. Да. Как? Свойственно всем врачам. Ферментированные продукты – это всякие квашеные капусты, квашения, это кисломолочка. Это непременно ферментированная каша, которая с утра каждый раз, забыла первым пунктом сказать, что с утра блюдо из цельнозерновой крупы. То, что нам будет давать энергию на весь день. Длинные углеводы эти самые. Поскольку нам крайне необходим витамин Е и омега-3, омега-6 в беременности, именно в нужном балансе, то это растительные масла не менее 30 грамм в день. Это вот то, что я сейчас говорю, это вообще на день, если что. Мы просто однажды посчитали, сколько это всего. И это редко какая женщина столько съедает. Растительные масла, разумеется, не рафинированные. Хорошо бы делать смесь, хорошо бы вонючее. Хорошо бы делать смесь из разных масел. Сейчас их очень-очень много. И это очень просто доставать. Если нет возможности, ну, по физическим данным, то есть не хочется, там, не знаю, плохие это масло, столько употреблять в пищу непосредственно. То есть, ну, в салат ты, ну, сколько ты там, ну, нальешь ты, допустим, полбатулька. Но он же все стечет, да? Ты же не съешь все равно эти... Ну, я к примеру, Максим, да, да, ну, если мы, да, потому что оно стекает все равно и там уже не считается. Если можно кушать, когда макаешь хлебушек с солью в масло, то, ну, прекрасно, замечательно. В детстве, например, была такая вкусняшка. В детстве моих детей уже нет такого. Если нет возможности, короче, пить ложками, тогда покупается в виде капсул и употребляется в виде капсулы вовнутрь. Масла могут быть самые-самые разные. Самое лучшее масло кедровое, разумеется. В нем идеальное сочетание омега-3 и омега-6 для человека, то, что нужно как раз. И в практике товарищи, которые на веганстве, кедр, в принципе, заменяет весь белок. То есть они берут его из кедра. Если питаться кедром от его корней до макушки, то можно получать, в принципе, вообще все, что нужно человеку. А вопрос у славы не с этим комплектом. Они вы замачиваете или так? Сами разбирайтесь, ладно. Уже у нас насчет усвоения. Ну, это очень важно понять в славе, в славе, в славе, потому что бывает, вроде, что думаешь, я это ем, а что такое? Никак мы не можем это понять, только по результатам. То есть если ничего нет, здесь и сейчас, да, то, значит, не в коня корм, да. Можно подумать, как сделать, чтобы все. Результаты создать, создать анализ. Нет, это в первую очередь изменение тургор кожи, блеск глаз, да, состояние волос, ногтей. Это очень быстро видно. Ну, вот про масла, например, беременные, когда жалуются там на какой-то свой, как же это называется, тонус. Тоже страшное слово после токсикоза. Следующий страшный диагноз. Вечером выпили масло, утром нету тонуса, забыли выпить масло, тонус есть. Ну, вот такой вот. Если проблемы с кожей, то в беременности и не в беременности тоже. Начинаем пить масло, через неделю кожа прекрасна. Забываем пить масло, кожа потом отваливается. Дальше это сливочное масло. Тоже есть? Да. Без животных жиров очень трудно. И сколько? Сливочное масло, 2 столовых ложки в день, то тоже самое, 30 грамм. И хорошо, как проще гораздо быть в беременность, когда есть молочка. Это следующий пункт. И, например, если есть литр молочки в день, то мясо можно пренебречь в принципе, ну вот для организма. Есть еще один страшный зверь во время беременности, отеки, который бывает по причине неостатка белка и снимается, например, очень таким простым рецептом черный хлеб, круто посоленный, запивать молоком на ночь. Да, и вот без соли трудно избавиться от отеков. У нас же, ну и пить там много-много воды с сырой. Это тоже, да, помогает? Да. Соль помогает создавать разницу в осматическом давлении для того, чтобы жидкость двигалась, циркулировала. Беременность — это особенное состояние и недостаточно то, чего мы едим обычно. Работа происходит внутри каждую секунду, каждую минуту что-то меняется, что-то происходит. И питание — это очень важный момент, но едва ли не краеугольный, но если... Раньше, еще там какое-то время назад, и продерживалось мнение, что без животного белка никак не выносить здоровую беременность. Теперь я вижу, что возможны эксперименты в рамках одной конкретной женщины. Невозможно дать общих рекомендаций там по животному белку и жиру. Принцип, конечно, простой, пока толстый сохнет, худой сдохнет. То есть в зависимости от того, сколько в женщине ресурсов. Чаще всего первую беременность мы можем выносить без животного жир и белка, но повторные какие-то даются уже с большим трудом, потому что ресурс затрачивается. И у нас есть ресурс, как правило, только на первую беременность. То есть когда мы... Если это брать студенческие беременности, когда, ну, вы знаете, как питаются студенты, да, и женщина вынашивает и рожает здорового ребенка вопреки просто всем правилам питания, когда мы говорим, что нельзя питаться рафинированными продуктами, это рафинированное масло, рафинированный сахар, рафинированная мука, рафинированная соль, рафинированные жиры, да. Ну, то есть все, что промышленностью обработано, да, 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 рафинированные крупы. У нас, в принципе, все, что продается в магазине, это все сплошной рафинад. И вдруг такая женщина рожает здорового ребенка, все говорят, ну, вот видишь. Но потом, если смотреть ее дальше судьбу, как она дальше вынашивает детей, оказывается, что все не так просто ей дается. И, возможно, потому что мы не знаем, с каким багажом мы пришли уже к первой даже беременности. Возможно, что нужно будет использовать какие-то дополнительные БАДы, которые называются, но это уже там по ходу пьесы выясняется. Никаких рекомендаций заранее дать невозможно. А вот про молочку еще скажите, а то мы открывались. Да, на чем я там остановилась? Ну, я сказала, что если есть литр молочки в день, то мясо можно пренебречь. То есть там достаточно... Кисломолочка-то? Это отдельный пункт был. Ферментированные продукты. Кисломолочка-то, да. То есть туда только молоко. Хотя белок там тоже, конечно, есть, кисломолочки. Но это как-то отдельный пункт у нас всегда был в нашей традиции питания местной. Фрукты во время беременности предпочтения мы отдаем кислым фруктам. Совершенно исключить бы желательно то, что производится из рафинированной муки, рафинированного сахара и рафинированных жиров. Это то есть белые булки, потому что там сразу белая мука, белый сахар и маргарин. Да, такая бомба просто. Три в одном. А то еще какие-нибудь фишки. Разрыхлители, улучшители. Стабилизаторы. Почему булки так влезают? Рафинированные продукты. Для того, чтобы организм их переварил, ему необходимо добавить в рафинированные то, чего в них недостает. То, что было изначально. Например, сахар изначально берется там, не знаю, сахарная свекла, например, мы его добыли. Пока он был в сахарной свекле, он был полезный, в нем были микроэлементы. Когда мы вынули сахар и все остальное выбросили, и промышленность назвала это балластными веществами. Организму необходимо добавить этих балластных веществ для того, чтобы удобоварить полученный сахар. Но он может взять это только из себя, из костей, из зубов. И сладкое вредно не потому, что мы держим это во рту, а потому, что мы съели этого внутрь. И это то, что делают вот эти быстрые углеводы с нашим организмом. Они просто высасывают ресурсы, высасывают соки, высасывают микроэлементы. То есть подержать в рту его можно, да? Да. Карамелька в этом плане не такая страшная. Чем булка, да, или какая-то конфета, завернутая в бумажки. Пряники. Печь самим. Имбирные пряники домашние, такая прелесть. Ну, как сок для дрожжевой хлеб, который, конечно, без белой муки, без арфинировки. Ну, нам все равно приходится добавлять белую муку, когда мы делаем выпечку дома. Поскольку клейковина, чтобы это все, да, можно, конечно, покупать клейковину отдельно. Уж совсем заморачиваться. Да, да, да. Солод вместо сахара, там, патоку. Вот. А вот эти сухие хлебцы, которые... И это касается, они тоже, они пустые в лучшем случае. То есть они вообще ничего... Ни о чем. Ну, в лучшем случае они пустые, потому что они были обработаны термически, давление и все такое. Это уже... А если сушилка делается, то вещи, например, из... До 60 градусов, да. Ну, вот эти вот уже тонкости, это уже на... А, все сухие, такие штучки, когда ты вообще без обработки делаешь, сушиваешься, правильно? Можно, если вам нечего делать весь день, заниматься... Нет, это я про сейчас вообще говорю. Приносить на каждую встречу какие-то штуки и говорить, что, ну, это можно сделать еще вот так. Ну, отлично, все запишут рецепт и будут знать, что это можно еще вот так есть. То есть, если это вдруг кофе приспичило или какой-то кофеин содержащих напитков в день, можно один. Это кофе, чай черный, зеленый. Просто 6 чашек кофеин содержащих напитков имеют тератогенные свойства. Одна? Родообразующая. Ну, одна мы, да, вроде как должна пронести. К тому же, что у беременных обычно запор. Может, пронесет. А вот это теросвойство, да, что за свойство? Что это слово означает? Тератогенные, уродообразующие. Уродить может ребенок быстрее. Уродство внутреннее может получить ребенок от 6 чашек и выше, когда пьют. Никто не знает, там где тонка, там рвется. Никто не знает, как это повлияет. Я сейчас это озвучиваю для того, чтобы можно было привыкнуть, для того, чтобы можно было составить примерно там, мы видим перед глазами, как это все должно выглядеть в беременности. Мы можем уже свой рацион. И для того, чтобы подогнать пот, и для того, чтобы была возможность уже сориентироваться, например, если мы употребляем молочко, то явно не магазинское, поскольку магазинское молочко, это не съедобно. То, на чем написано нормализованное молоко, и все, что произведено из нормализованного молока, это не еда. Соответственно, нужно озадачиться и найти, кто же производит натуральную молочку, и сливочное масло из натурального, и яйца найти домашние. Но это, в общем, занимает время какое-то. Хорошо бы, чтобы ко времени наступления беременности это уже было. У нас есть форум «Простомама», где мы скопируемся, собираемся и закупаем, приглашаем фермеров, которые привозят нам там по воскресеньям молочку. Мы туда ходим, закупаемся, молочку, яйца. Что-то нам еще привозили. Там еще был животный жир в виде сала. И еще была печень трески, как источник омега-3, омега-6. Можно вопрос, вы доверяете, вы сказали там. Я так понял, наверное, это в институте, да? Которому вы сказали, который изучает питание, и вы ему доверяете? Да, я доверяю. Хорошо. Другое дело, что где взять печень трески, нормально, но это уже ладно. Вопрос открытый. Если нет печени трески, мы тогда добавляем кедровое масло. Если мы не едим сало, мы добавляем кедровое масло и сливочное масло. Вот и все. Так. Пожалуй, что редко какие медицинские рекомендации могут восприниматься серьезно. Не побоюсь этого заявления. Но вот про фолиевую кислоту они, пожалуй, правы. Что прием препаратов, таблеточки фолиевой кислоты имеет место быть. Либо мы будем озадачиваться и искать, в каком растении она есть, эта фолиевая кислота, для того, чтобы употреблять ее в увеличенном количестве. За 3 месяца до наступления беременности и 2 месяца после. Дело за малым. Вычислить, когда наступит беременность, и начать принимать. Для чего? Может, и кислоты есть? Фолиевая кислота, ну, вообще-то да. Вообще-то она такая вот прям очень классная штука. Ее так много в крапиве и в лебеде, что в крапиве и в лебеде много всего остального прекрасного. Просто они, если есть как часть еды, зелень, вообще много зелени. В принципе, можно туда же дописать, сколько нам нужно есть. Правда, зимой это все гораздо труднее. Что если это вот такой пучок зелени в день, который там, не знаете, не так, что там 3 перинки мы там положили, не знаю, в суп, в овощи. И вот мы такие думаем, что у нас сегодня, на сегодня у нас вопрос зелени закрыт. В беременности это должно быть вот прямо такие, когда мы берем охапку, самые разные зелени в таком вот количестве. Тогда это будет и в необходимом количестве. Фолиевая кислота и микроэлементы, и клетчатка, и все такое. А за что она отвечает фолиевая кислота? За формирование нервной системы. Когда мы кушаем только из супермаркета, на самом деле наш рацион настолько бедный, что имеет смысл прием фолиевой кислоты в виде таблеток. Вот так. Если мы оцениваем, вот критично, если по правде оценить свое питание, откуда мы берем продукты, если это все из супермаркета, значит здорово добавить все-таки какие-то БАДы. Продолжение следует...